Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Вот это мы дали! Рязанский нефтезавод похвастался производственными успехами. Про то, что жителям до школы песочной нечем дышать из-за выбросов предприятия автор отчета, скромно умолчали. Взяли да и выбрали. Рязанская гордума определила победителя в конкурсе на пост мэра столицы области. А вода все течет. Жители Рыбного продолжают отстаивать свои права в противостоянии с хозяевами автомойки, которые заливает водой одну из улиц города. А теперь обо всем подробнее. Сегодня одно из рязанских информиздания публиковало данные об итогах работы рязанской нефтеперерабатывающей компании за три квартала этого года. Цифры довольно парадные. Предприятие и нефти больше переработало, и продукции на гора дало тоже больше, и проекты, нацеленные на получение экономического эффекта, активно внедряет, и прибыли получает больше. Нам, рязанцам, честно говоря, такие сведения по большому счету особо и ни к чему. Там, где нефть, там и деньги, и глупо было бы сидеть в заводе в нищете. Понятно. Горожан гораздо больше волнует и давно волнует проблемы с загрязнением воздуха этим самым успешным предприятием. Проще говоря, страшная непрекращающаяся вонь, ставшая характерным признаком жизни в районах Южного промоузла, достает рязанцев до самой глубины души, а точнее легких. Гордые строки о достижениях вреднейшего с точки зрения воздействия на атмосферу города предприятия появились сегодня. А, например, во вторник жители Песочни все телефоны в нашей редакции, что называется, оборвали. Всю ночь, даже утро, сернистый дух со стороны завода был особенно силен. Вышибал слезу, не давал дышать и голову туманил. В общем, все как в романсе, только с огромным знаком минус. Не мы и могут возопить специалисты нефтезавода. Это другие источники дашки травят. Однако, не раз в прессе проходили данные вполне официальные, что выбросы идут как раз с нефтезавода. Это самый главный загрязнитель воздуха в Рязани. Причем, кажется, нефтяным магнатам никто не указ. Например, как известно, в этом сентябре в Москве состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области и Роснефтью, в чью систему как раз и входит Рязанский нефтезавод. Губернатор Олег Ковалев и президент Роснефти Игорь Сечин поставили подписи под документом, который, в частности, гласит, стороны обязуются сосредоточить усилия на реализации высокоэффективных проектов, включая инвестиционные и экологические, предлагающих использование современных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов. Тогда Олег Ковалев особо подчеркнул, очень важно, что будет проведена серьезная реконструкция биологических очистных сооружений на нефтезаводе. Ранее Рязанский губернатор не раз касался нефтезаводской, так сказать, дурно пахнущей темы. Например, в этом июне на заседании правительства Рязанской области он сообщил, что в последнее время увеличилось количество обращений по поводу выбросов в атмосферу с нефтезавода. Мне, сказал тогда губернатор, как и всем горожанам, мне нравится такая позиция. В этой ситуации я полностью на стороне жителей города. Каким бы крупным ни было предприятие, сколько бы оно ни платило налогов, вопросы экологической безопасности должны стоять на первом месте и защиту окружающей среды обеспечиваться в первую очередь. Были обращения региональной власти к руководителям федеральных и региональных служб экологического надзора с просьбой обратить особое внимание на соблюдение нефтезаводом, экологических норм и жестко реагировать на каждое нарушение. Однако ни народные жалобы, ни праведный губернаторский гнев, ни даже подписание соглашений с участием Сечина, бога и царя Роснефти, не повлияло на деятелей Рязанского нефтезавода. И на фоне отвратительного запаха в жилых кварталах опубликованный зачем-то парадный отчет предприятий выглядит как-то особенно надменно, если не сказать более. Не только жители областной столицы борются за свои права, привлекая как юристов, так и средства массовой информации. Вот жители Рыбного сначала приехали делегацией в нашу редакцию и рассказали о противостоянии с автомойкой, которая заливает грязной водой улицу, затем и нас пригласили к себе, чтобы убедиться воочию в том, как обстоят дела. Из командировки в Рыбное вернулась сегодня Оксана Тебенихина. В нашу редакцию обратились жители соседнего города Рыбное. Всегда мирно соседствующие с железной дорогой жильцы улицы Малошкольная не смогли смириться с недавно появившейся автомойкой. Вечные лужи возле калиток и шум Керхера – лишь малая часть тех отрицательных качеств, которые приходится терпеть всем, без исключения. Здесь, как видите, очень узкая улица, скапливаются машины, просто иногда невозможно даже пройти. Существует санитарный норм, по которым автомойка должна располагаться от жилых домов на 50-100 метров, в зависимости от количества постов. Все лето, просто жизни здесь у меня не было абсолютно. Шум Керхеров сейчас закрыто, а летом все это открыто. Просто шум Керхера бесконечно, до полдвенадцатого ночи. Узкая улочка нынче переполнена автомобилями. И если днем это не столь заметно, то ночью музыка становится громче, шум воды настойчивее, а компания автовладельцев почему-то пьянее. Мы обращались в прокуратуру, в Роспотребнадзор, в администрацию города, но вот пока никаких результатов нет. Вот сейчас повторное мы направили опять письмо в прокуратуру и в Роспотребнадзор, но после этого, наверное, будем подавать в суд уже. Есть документы, это аренда. И то гаражи, а не автомойки никак. И ничего-то не боится хозяин злосчастной автомойки, а ее сотрудники наглеют день ото дня, то на соседском заборе вещи развесят, посушить, то, простите, в туалет под окном сходят. О какой культуре вообще может идти речь, если у нас законодательство, похоже, принципиально не соблюдается? Что это? Смелость, наглость, незнание законов, результат коррупции или безнаказанности, или горя от отсутствия ума? Ответ выберите сами. Этот 2013 год может стать несчастливым для мелких клерков из числа госслужащих. Еще в сентябре Минфин России предложил сократить в системе госвласти секретарей, архивариусов, делопроизводителей, системных администраторов, операторов банков и баз данных, сотрудников административно-хозяйственных служб и бухгалтерий. То есть всех тех, кто обеспечивает деятельность госорганов. Коснется это и рязанских чиновников. Об этом сообщил на заседании правительства рязанский губернатор Олег Ковалев. Он уже поручил начать соответствующую работу, обосновав ее необходимость сокращением расходов и повышением эффективности использования бюджетных средств. В связи с этим я прошу руководителей структурных подразделений, глав муниципальных образований начать эту работу немедленно, незамедлительно. Потому что процесс непростой, процесс сложный. Надо его провести в строгом соответствии с законодательством. И до 1 января 2014 года завершить процесс оптимизации численного состава административно-управленческого персонала. Еще о работе чиновников, точнее парламентариев высокого пошиба. Сегодня в федеральной информиздании поведали, что депутаты Госдумы обратились к технической службе парламента с просьбой настроить звук в зале. Инициатором выступил наш рязанский депутат Николай Булаев. Его слова цитирует портал РИА Новости. «У меня неожиданные предложения по ведению депутата, сидящие на первом-втором рядах, жалуются на то, что громкость звука при выступлении отдельных депутатов превышает допустимую норму. Можно ли попросить службу технического сопровождения обеспечить регулирование?» Ну, что тут скажешь. Во-первых, приятно, что наш депутат хоть как-то проявил себя в ходе работы парламента. Во-вторых, предложения сделайте потише и впрямь неожиданные. В-третьих, с прошлого года известен кадр, обошедший тогда немало изданий. Депутат Булаев то ли призадумался, то ли подустал, а то ли прикорнул на заседании Думы. С такой иллюстрацией нынешняя просьба Николая Ивановича сделать звук потише приобретает откровенно комический оттенок. И последнее на сегодня и тоже из жизни власти. Городская дума провела внеочередное заседание, на котором тайным голосованием выбирала сити-менеджера, он же мэр, он же глава администрации Рязани. Конкурс претендентов на главное кресло в системе администрации Рязани выявил в начале пятерых потенциальных мэров. Самого Артемова, а также доцента Радиотехнического университета Виктора Пушкина, коммерсанта Александра Ачалова, военного пенсионера Виктора Жиляя и временно неработающего Александра Волокжанина. Вчера комиссия определила двоих главных претендентов, судьбу коих решает уже Гордума на общем собрании. Первое место взял Виталий Артемов, второе – доцент Радиоуниверситета Виктор Пушкин. Соответственно, к сегодняшнему заседанию Гордума подготовила два проекта решения назначения. Одно на Артемова, второй на Пушкина. Депутаты ориентировались в принятии решения на программы каждого претендента. И, судя по всему, программа Артемова оказалась грамотнее, чем Пушкинская, что и комиссия накануне отметила. И парламент сегодня нажал кнопки на пультах голосования за прежнего мэра Виталия Артемова. На сегодня все. Итоги уходящей недели подведем завтра в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Хорошего всем вечера и до встречи!